Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об особенностях побелки, осенней побелки молодых саженцев плодовых деревьев. Многие считают, что побелка молодых деревьев совершенно не нужна, особенно маленьких саженцев, которые были посажены только в текущем году, что якобы побелка может нанести вред молодой тоненькой коре этих деревьев, из-за чего они впоследствии будут плохо расти и болеть. Однако же, как я говорил в одном из своих выпусков, значение побелки очень и очень велико, точно так же велико оно и для молодых саженцев. Повреждения, которые могут быть нанесены саженцам, которые остались без побелки, значительно-значительно хуже, чем те незначительные риски, которые могут возникнуть в связи с побелкой молодых саженцев. Обо всем этом мы с вами сейчас и поговорим и составим правильный рецепт для побелки молодых саженцев. Какие есть проблемы у молодых саженцев, которые их отличают от взрослых деревьев? Прежде всего, это связано с тонкой корой, которая имеется на саженцах. Она бывает иногда слишком тонкой для того, чтобы противостоять всем испытаниям зимы. В первую очередь, холодным ветрам и морозом и, конечно же, грызунам. В этой связи побелка должна нам помочь справиться со всеми этими проблемами. Кроме того, если саженцы вы покупаете на рынке, у дороги, из каких-то, ну, не совсем надежных источников, то может так оказаться, что первое, саженцы привезены из южных регионов, и кора у них недостаточно хорошо вызрела. И второе, они могут быть инфицированы различными болезнями. Не секрет, что в питомнике, где растения находятся в скученном состоянии, развитие болезней бывает очень и очень сильное. При этом, сами симптомы болезней могут на молодых саженцах, как чаще всего бывает, не проявляться. Проявятся они уже на 5-6-летних и плодоносящих деревьях. Это связано и с плодовыми гнилями, это связано и с раковыми заболеваниями, и бактериальными, и грибными, и паршой, и многими другими заболеваниями плодовых растений. Это касается и семечковых растений, и косточковых. Поэтому дезинфицирующий компонент также является очень важным. Если вы сомневаетесь в фитосанитарном состоянии своих саженцев, то примерно за неделю или две до нанесения побелки вы можете обработать их дезинфицирующим средством на основе гипохлорита натрия. Его не нужно разбавлять, его можно нанести по спящим почкам, по коре непосредственно на саженец в неразбавленном виде. Можно перелить вот такой отбеливатель белизна или другой хлоросодержащий отбеливатель с содержанием гипохлорита натрия более 15-30%. Это указано всегда на этикетке. Зарядить его в небольшой пульверизатор и обработать свои саженцы. Либо же вы можете взять аптечное средство на основе фенола. Вот у меня есть такой аросептин, а есть ещё и аросепт. Оно уже в пульверизаторе. И можете вот так пробрызгать свои саженцы. Этот фенол является очень сильным дезинфектантом, довольно токсическое, можно сказать, даже высоко токсическое вещество. Однако его водные растворы в таком виде в общем-то доступны и при небольшом количестве саженцев это будет всё очень недорого стоить. В то же время некоторые дезинфектанты будут являться компонентом нашей побелки. Для того, чтобы побелка хорошо держалась, я буду использовать вот такой вот самый простой, самый дешёвый. Вот он стоит примерно пол доллара, вот такая упаковка. Клей обойный КМЦ. Ну вот универсал. В его состав входит модифицированная целлюлоза. Она является абсолютно природным компонентом. Она будет склеивать частички побелки, компонентов побелки, из которых мы будем делать наш раствор и, соответственно, придавать ему устойчивость по отношению к осадкам, к дождю, к снегу и так далее. Основой нашего побелочного состава является известь. Гошёная известь или известь пушонка. Если для взрослых деревьев количество извести может быть до 2 килограмм на 10 литров, то для молодых саженцев следует использовать не более 1 килограмма на 10 литров воды. Поскольку у меня объём здесь ограниченный, я, соответственно, засыплю сюда примерно 400 грамм извести. Известь имеет сильно щелочную реакцию и сама по себе уже является хорошим, мощным зинфектантом. По мере того, как она будет находиться на поверхности стволиков молодых деревьев, она будет превращаться в мел, поглощая углекислый газ из окружающей среды, будет нейтрализоваться, её белёсость будет увеличиваться, поэтому непрозрачность и белизна нашего состава будет увеличиваться ближе к весне. А нам это и нужно, потому что, как я говорил в одном из наших выпусков, одна из функций побелочного состава – это отражение избыточного света для того, чтобы стволики не нагревались, для того, чтобы там не начиналось преждевременное сокодвижение и для того, чтобы там не происходило растрескивание коры и не было ультрафиолетовых ожогов. Вторым компонентом нашего состава является медный купороз. Медный купороз в дозе от 200 до 400 грамм на 10 литров обладает хорошим дезинфицирующим эффектом. Для усиления дезинфицирующего эффекта, как я говорил в нашем выпуске о побелке взрослых деревьев, можно добавить туда аммиак и получить аммиакаты меди. Это усилит действие соединения меди в борьбе с возбудителями грибных заболеваний, но можно этого и не делать. Я, соответственно, волью сюда раствор медного купороза без перевода его в состояние аммиакатов. Ну, это можно сделать, можно не делать. Медный купороз придает такой голубой оттенок нашему побелочному составу, однако же при высыхании извести этот цвет изменяется, модифицируется и делается гораздо более белым. Для улучшения эластичности нашего раствора, для того, чтобы он намазывался на деревье гораздо лучше, сюда необходимо также прибавить от 100 до 200 грамм обыкновенного хозяйственного мыла. Вы можете также использовать зеленое мыло. Для того, чтобы оно было введено сюда более равномерно, его можно натереть на крупной терке, залить водой и приготовить мыльную болтушку. Не используйте жидкое мыло и не используйте жидкое хозяйственное мыло, так называемое, потому что хозяйственным оно не является. Я как раз сюда прибавляю вот такую вот водную болтушку мыла. В дозе примерно 100 грамм на 10 литров воды. Следующим очень важным компонентом нашего состава является табачная пыль. Табачная пыль свяжется с частичками извести, соединится с нашим побелочным составом и надолго обеспечит инсектицидную защиту наших молодых деревьев, предотвратит их весеннее заселение различными насекомыми. Вот табачную пыль очень хорошо добавлять и в побелку, которая наносится в феврале, ну для того, чтобы подправить ту побелку, которую мы нанесли с осени, в случае если она ну как-то немножечко смылась, ну утратила свои свойства. Внести нужно эту табачную пыль в дозе примерно 1-1,5 килограмма на 10 литров воды. В процессе вымешивания табачной пыли цвет нашего побелочного состава немножечко изменяется, делается такой более коричневый. Но это совершенно не страшно. Не страшно это потому, что при высыхании этого побелочного состава он вполне восстанавливает свой белый цвет и свою функцию отражательную, в общем-то, вполне выполняет. Особенно, как я уже сказал, ближе к весне. Следующим компонентом нашего побелочного состава является сам отбеливатель белизна. Его нужно внести в дозе примерно что-то около 1-1,5 литров на 10 литров воды. Я вношу его для молодых деревьев в большей дозе, нежели чем для уже взрослых. Почему? Потому что склонность к поеданию, повреждению грызунами молодых деревьев гораздо-гораздо больше. Эта самая белизна будет потихонечку отдавать свой неприятный запах, а кроме того, она станет хорошим дезинфектантом такого пролонгированного действия. И в том числе, кроме дезинфицирующего эффекта, будет создавать такие неприятные условия, неблагоприятные для повреждения наших деревьев грызунами. Они этого запаха очень и очень избегают. Очень важным компонентом для именно молодых деревьев является хозяйственное мыло, о котором я уже сказал. Почему хозяйственное мыло? Дело в том, что попадая в щелочную среду, созданную известью, то есть гидроксидом кальция, что такое мыло? Это натриевые соли жирных кислот. Жирные кислоты из натриевых солей превращаются в кальцевые соли. А кальцевые соли жирных кислот, стеариновые и других кислот, являются очень хорошими гидрофобными компонентами. Эти гидрофобные компоненты будут покрывать стволик нашего дерева и будут запирать внутри стволика влагу. Ведь молодые, особенно тонкие саженцы, способны удерживать влагу внутри стволика лишь до определенного уровня. В случае сильных морозов и сушающих ветров почки повреждаются, стволик обезвоживается, высыхает, подмерзает как результат, и в итоге дерево не распускается, саженец не оживает или оживает, но повреждённый. И зачастую хорошего дерева восстановить из него уже невозможно. Для усиления этого эффекта, эффекта создания такой гидрофобной плёнки на стволике, мы ещё в состав для молодых деревьев добавим и растительное масло. Примерно от 1 до 2 литров масла на 10 литров побелки. Не жалейте и не заменяйте это масло минеральными маслами, отработкой, там ещё чем-то, потому что они не имеют в своём составе жирных кислот. А вот растительное масло это жирные кислоты, соединённые вместе с глицерином. Глицерин вообще является хорошо известным влагоудерживающим агентом, ну а и само масло, и его компоненты создадут необходимую, соответственно, нам плёночку. Масло это хорошо будет здесь эмульгироваться, хорошо будет здесь соединяться с побелочным составом, улучшит его свойства для намазывания и в целом сделают наш побелочный раствор благоприятным для нанесения на молодые деревца. Нашу побелку надо как следует тщательно вымешать, чтобы все компоненты соединились, чтобы она впоследствии не расслаивалась. Если она вам покажется немножечко жидковатой, вот у меня, например, стекает этот раствор, ничего страшного, после выстаивания примерно в течение 30-40 минут, ну до часа, она загустеет. Если же она не загустела как следует, не сделалась более густой, значит просто-напросто прибавьте туда ещё немножко извести или ещё немножко табачной пыли, ну как обыкновенное тесто на блины. Точно так же можно регулировать его густоту. Вот такой состав необходимо использовать, необходимо его намазывать на деревья, можно им пройтись даже и дважды, чтобы создать более толстый слой побелки. И вы можете быть уверены, если вы нанесёте его от корневой шейки и до самой макушки на молодые саженцы, что ваши саженцы будут в полном порядке в течение всей зимы. Если вы опасаетесь сильного нашествия грызунов, то в этом случае не лишним будет ещё поверх побелки укутать сверху также и кусочками спонбонда или каких-то иных искусственных тканей, которые защитят саженцы от нашествия грызунов. Ну, спонбонд белый особенно хорош для выполнения этой функции. Вот сейчас я эту палочку оставлю до полного её высыхания, и чуть позже мы посмотрим, в каком виде она оказалась после высыхания. Вот сейчас у неё цвет такой зеленовато-коричневый. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Задавайте свои вопросы под этим видео, я всегда по мере возможности буду рад на них ответить. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не упустить важные уведомления от нашего канала. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok